Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзи Легенды. Играем мы сегодня со ставим от подписчиков, но по давней традиции давайте-ка вначале прокачаем героя. И большинство подписчиков сегодня попросили, чтобы я прокачал Усаги и Дзимба. За этого героя отдали свой голос 5 подписчиков, но друзья, с ним интересная ситуация. У меня всего 2 героя, которые прокачаны на максимум. Это Усаги и Дзимба, вот и Лео Ведение, поэтому не могу выполнить просьбу подписчиков из-за полной прокачки героя. Вот, тем не менее, четверо подписчиков оставили свой голос за кроликов, поэтому друзья, сегодня мы с вами прокачаем кроликов. Так, где же эти прикольные маусеры, которые довольно-таки здорово трансформируются. Вот, и когда на них нажать, делает вот такой вот забавный трюк. Давайте-ка мы посмотрим, что они здесь делают, пока дерутся. А, вот я нажал, и вот делают вот такую забавную фигурку и танцуют. Ну что же, что я могу прокачать в наших кроликов? Это первая способность бешеной кролики. Я ее прокачиваю до 6 ступени. Вторая способность смятения, когда кролики трансформируются в колесо. Кроме того, есть способность сияющая ярость, где наши кролики стреляют из плазменной пушки. Вот, к сожалению, не хватает ингредиентов для трансформации в огромного робота. Ну что же, тогда, друзья, я прокачаю пока посилку. Вот, по возможности, есть еще возможность прокачать вот до 6 ступени трансформации в колесо. И даже мы можем прокачать до 7 ступени вот первую способность. Вот, жаль, друзья, что не хватило мне ингредиентов для прокачки робота. Вот, не хватает. Еще 6 единиц. Ну, ничего страшного. Давайте-ка я пока сегодня прокачаю первую способность. А уже в следующих видео, если кто захочет, я прокачаю. Ну, а пока отправляемся на битву. Друзья, сейчас я нахожусь в Лиге Мастеров на первой звездочке. Надеюсь, сегодня мы дойдем до второй, либо третий. Ну, и в начале боя, друзья, передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый черепаший привет подписчику с ником Бумага и Сюрприз, Александру Альфе Габайдулиной, Школа 107, Максу Дмитруку, Подписчику с ником Темпер Кээс, Адаму Абдаеву, Капюшом Цлейт, Айге Атакшаевой, Вот, Роблокс Эдгейм, Саше Троленко и Большущий привет от Катюши. Друзья, большущий черепаший привет от наших героев-черепашки Ниндзи Легенды и от меня лично. Ну, а сейчас, друзья, в бой. Итак, первым оставил свой состав подписчик с ником Мистер Профессионал. Попросил он, чтобы я взял для этого испытания тигриного когтя, Бибопа, Шредера. Ну, давайте, наверное, я все же пойду по очереди. Тигрин и коготь где-то у нас в конце, насколько я помню. Вот он. Здорово. Дальше нам нужен Бибоп, Шредер, Карай и Шредер Классический. Шредера я тоже увидел. Вот Бибоп тоже где-то в этом районе должен находиться, если я не ошибаюсь. Так, Бибоп, где же ты? Вот Рокс не нашел, а вот и Бибоп. Карай и Шредер Классический. Ну что же, Шредер Классический найден, а Карай у нас находится в начале списка. Ну вот, супер, команда от подписчика Мистер Профессионал собрана, и мы идем с вами в атаку. Давайте-ка сразимся и посмотрим, насколько хороша эта команда. И первым делом я буду выбивать Эйприл. Вот используем Карай и ее особый удар копьем. Вот так наносит точечные удары, и у Эйприл возникает постепенный урон, что довольно-таки здорово радует. Кроме того, друзья, благодаря Классическому Шредеру есть возможность усилить наш отряд. Вот, отлично появляется целая куча положительных эффектов, бафов, и я надеюсь, уже Тигрин и Коготь с учетом этой улучшений сможет выбить Эйприл. Да, это у него получилось. Дальше будем стараться выбивать противника посильнее, и на мое мнение это Раф Ведение. Очень крутой враг. Так, его огненные атаки очень здорово приносят урон, и Шредер из мультика вот первым выбивает этого врага. Ну что ж, без хила и без сильного атакующего противника шансов у противника нет, и мы пытаемся добивать остальных. Биби стреляет калевой бомбой, вот не справился с Микки ролевым, вот, уже противник начинает контратаку, вот оригинальный Микки прокачивает иммунитет, а Микеланджело ролевой вот достает кольцо удачи, чтобы снять все негативные эффекты. Но у врага нет негативных эффектов, поэтому вот это выглядит странно, ну, возможно, бой закончит Карай, метнул Канкуна и во всех врагов. Вот так, смотрите, как здорово это происходит. Выбивает Микеланджело ролевого, тем не менее, враг уцелел ненадолго. Шредер классический призывает помощь из иного измерения и ставит точку в этом сражении. Ну что же, отличнейшая команда, идеальная победа, и мы идем дальше с вами, составим от подписчиков, но вначале продвигаемся по турнирной лестнице. Вот, Лига Мастеров, Высшая Лига, где играют самые сильные бойцы, поэтому, надеюсь, вот видео получится интересное. Вот, а следующий состав у нас от подписчика с ником Вадим Зайцев попросил Вадим, чтобы я взял состав Сплинтер, Донателло из мультика, есть такой персонаж, Кожеголов, Карай и Шредер из мультика. Вот, Карай придется нам восстановить при помощи Билетика, ничего страшного. Вот, Кожеголов, где-то здесь, в этом районе должен быть, да, и Шредером мультяшного, опять же, придется нам восстанавливать. Где-то здесь он должен быть, да, вот. Ну что же, супер, и так, команда сформирована, напоминаю, подписчик Вадим Зайцев и его команда. Вот такая вот крутая команда, довольно-таки здорово выглядит, и посмотрим, что из этого получится. Итак, у врага есть Раф классический, это довольно-таки классный хилл, надеюсь, Карай его отравит вот ядовитым порошком. Вот, дыхнув на Рафа, но опять же, Раф выживает. Ну что ж, значит, надо усилить нашу команду, что и делает Шредер мультяшный. Вот так исцеляет, восстанавливает, кроме того, у нас появилось уклонение, что тоже довольно-таки здорово радует. И вот пришла очередь Сплинтера, наносит удар Тайной Катаной, и что же, есть Раф классический выбит. Вот, здорово. Ну что же, Кожеголов кричит, рычит, привлекает в себе внимание, вот оттягивая врагов от наших других героев к себе. То есть он аграет, он привлекает в себе внимание. Вот кроме того, благодаря тому, что у нас есть Донни из мультика, тот прокачивает дополнительную защиту, и теперь урон уменьшен, что тоже довольно-таки неплохо. Вот, продолжается бой, враг прокачивает точность, по-моему, это был Микеланджело видение, но все же я надеюсь, что победа будет на нашей стороне. И да, смотрите, друзья, как прикольно, у врага есть Карай и у нас, и наша Карай атакует вражескую, ее при помощи копья, наносит мощный удар, но вражеская Карай выживает. Что ж, пришло время для тяжелой артиллерии, и Шредер из мультика призывает своих нить, и вместе с ним идет в атаку, нанося колоссальный урон. Вот сразу же выбивает двоих врагов, но Слэш с Микки выжили. Ненадолго. Сплинтер бьет по изъявимым точкам Слэша, отправляя его на перерождение, а вот уже Микки, я надеюсь, добьет Кожеголов, схватив Кренга как дубину, лупит бедняжку Микки видение, и мы побеждаем в этом сражении. Ну что ж, хороша команда, вот неплохо это у нас все получилось. Благодарю подписчика за этот состав, а мы идем с вами дальше. Итак, 57 место, и я беру следующую команду от подписчика с ником бумага и сюрприз. Вот попросил подписчик, чтобы я взял Кесси Джонса, вот из мультика Хана, две Эпер Шредер классический. Вот, ну что ж, неплохо. Итак, ищем Кесси из мультика. Вот он. Вот, кстати, очень прикольный персонаж, тоже очень его люблю. Вот, очень мне нравится, по крайней мере, в мультике. Итак, Хан, вот он, супер. Две Эприл, давайте-ка поищем. Вот Эприл Кунаичи, а вот обычный Эприл. И нам еще, друзья, надо восстановить Шредлера классического. Ну вот, здорово, все у нас получилось. Команда от подписчика бумага и сюрприз восстановлена, и мы идем с вами в бой. Вот, и первым делом, вот, благодаря тому, что у нас есть Хан, он может наносить на врагов отрицательные эффекты, дебафы. Вот видите, у врага понизилась защита. Появился вот такой вот красный щит. Вот, отлично. Кроме того, давайте-ка я попытаюсь выбить вражеского хила. Им является, вот, Шреддер из мультика. То есть, он может подвлечивать. И надеясь, что особый удар Шреддера классического, вот так метнул свой меч Алибарда, он добьет и не сумел. Не справился Шреддер классический. Хотя, вот этот удар, его мечом один из сильнейших в игре. Вот выжил, выжил Шреддер вражеский из мультика. Так, ненадолго. Кейси Джонс бросает в него шайбы со взрывчаткой. Взрыв и Шреддер из мультика выбит. Вот, просто чудесно. Вот, кроме того, давайте-ка, друзья, я привлечу тяжелую артиллерию. И Эпер Кунаичи, взмывая вверх, цепными молниями наносит вот шокирующий электрический разряд. Вот, просто здорово. Смотрите, большую часть здоровья просто смела. Без проблем, но враг выжил. Выживает, но я не думаю, что это уже будет нам делать какую-то угрозу. Эприл легким ударом телекинеза Разма выбила Хана. Вот, еще пытается что-то сделать враги. Даже вражеский сплинтер медитирует на шесте. Но это все только оттягивает неизбежное. Хан выбивает сплинтера. Вот, ого! Рокстаги в порыве ярости еще метнул каменную глыбу. Вот, но я не думаю, друзья, что это что-то поможет врагам. Итак, Шреддер классически выбивает Рокстаги. А Кейси Джонс при помощи электрошокера, надеюсь, справится с Микеланджело видение. Да, победил. Победил. И мы, вот, получив идеальную победу, переходим к следующему составу от подписчиков. Ну, что же, бой, по-моему, получился неплохой. Вот, здорово, пока продвигаемся по турнирной лестнице. И я беру следующий состав от подписчика с ником Лего Арт. Вот, попросил он, чтобы я взял сплинтера. Вот, правда, сплинтера мы уже брали. Поэтому, друзья, придется его восстанавливать. Но я не думаю, что это будет проблемой. Итак, сплинтер до неролевой. Кстати, до неролевой тоже, я считаю, один из лучших героев. Вот, кроме массовой атаки, у него еще возможность подлечивать. Плюс еще, вот, налаживать дополнительную защиту на отряд. Здорово. Так, Микки Космос дальше у нас идет по очереди. Вот, замечательно. Донни Космос. Вот, если его найду. Где-то он здесь тоже в этом районе должен быть. Да, здорово. И еще Эйприкуна Ичи. Вот, замечательно. Итак, вот, вообще, довольно-таки интересный состав. Две космические. Ролевик, сплинтер и Эпли Куна Ичи. Ну, что же, тем не менее, вот такой вот необычный состав от подписчика Лига Арт. Хотя, честно говоря, вот, логичности в этом составе я не увидел. Но ничего страшного. Вот, по сути, команда прикольная. Итак, если у врагов Хилл есть довольно-таки прикольный персонаж Микки Мультик. Его я буду выбивать в первую очередь. И Микеланджело Космическим наносит очень мощные удары лазерным от Анфу. Вот, да. И без проблем выбивает вражеского Хила Микки Мультяшного. Что ж, это уже будет намного легче. Вот, но все же не стоит недооценивать противника. И сплинтер, медитируя на шесте, усиливает способности нашего отряда. А Донни Ролевой активирует дополнительную защиту. Вот, супер. Кроме того, давайте-ка, вот, усилим нашу Ацтаку. Благодаря сканирующим способностям Дони Космоса. Ну вот, просто здорово. Итак, целая куча положительных эффектов бафа в нашем отряде. И вот постепенно начнем выбивать уже врагов. Вот, и Эприл Кунейчи наносит удар телекинезом. Вот, досталось вражескому Рокстаде, но, видите, тот выживает. А вот Микеланджело из ведения вражеские еще качает точность. Это опасно. Теперь враги будут более точно носить удары. Вот, ого, даже вражеский Дони атакует с вертолета. Но сплинтер мстит. Сплинтер мстит. А вот Дони Космический набрасывает на беднягу слэша космический маффин. Вот такой вот забавный кексик, который довольно-таки здорово подгрызает здоровье. Прошу прощения, это был Рокстаде мультяшного. Его и слопал ксексик космического Мики. Вот, итак, друзья, давайте-ка, наверное, будем пробовать заканчивать бой. И для этого Микелдони Космический призовет огромный метеор благодаря своему шесту. Вот так. Удар-взрыв. Вот, выбили одну черепашки. У других здоровье на минимуме. Но, честно говоря, я ожидал большего. Тем не менее, вот особый удар Микеланджело Космического, вот благодаря коробке Криса Брэдфорда, он стреляет по ней лазером. И вот кусочки оттуда добивает врагов. Но, видите, Дони выжил. Как он выжил, друзья, я не знаю. Но я не думаю, что он уцелеет после удара тайной катаны Сплинтера. Да, Дони из фильма выбит, и у нас идеальная победа. Вот, просто здорово. Ну, что же, хороший бой, отличнейшая победа, и мы идем с вами дальше. Друзья, давайте-ка посмотрим, кто из подписчиков дальше оставил свой состав. И это Алихан Борибаев. Вот, попросил он, чтобы я взял на испытание Микеланджело Ведение. Вот, давайте-ка я это сделаю. Пойду навстречу подписчику. Микеланджело Фильм. Неужели это будет команда Микеланджело? Вот, сейчас найду и посмотрю. Нет, Раф Ведение. Вот, и так, где же Раф Ведение? Вот он, здорово. Пиццелицы и Морозная Кошка. Вот, опять же, честно говоря, друзья, не особенно я проследил, вот в чем нюанс. Вот, где здесь логика? Ах, ну, тем не менее, вот очень даже неплохой состав от Алихана Борибаева. Итак, давайте-ка посмотрим. И да, вот на сей раз, опять же, будем атаковать Эйбрил. Хотя, видите, урон у нее уменьшен. Вот, висит красный треугольник. По стиранку, наоборот, увеличен. Но все же, я считаю, Хилла, вот, тех, кто подлечивает, надо выбивать в первую очередь. И Микеланджело из фильма «Ударом ноги» наносит довольно-таки нехороший удар. Но Эйбрил выживает. Возможно, серпы Микеланджело Ведения закончат эту битву. Да, да, вот удалось ему запинать бедняжку Эйбрил. Вот, все, враг не сможет подлечиваться. Кроме того, надо убирать героя с двумя массовыми атаками стиранка. И Раф Ведения попробует его поджарить огненной атакой. Вот, урон неплохой, но стиранка, видите, выживает. Ненадолго. Вот, морозная. Не удалось его поджарить, тогда морозная кошка попробует заморозить. Метает снежным комочком, и стиранка опять же выживает. Как он мог после такого выжить, я не знаю. Но вот от зомби-пиццы он точно не уцелеет. Вот, ох, как досталась стиранка. Смотрите, Раф поджарил огнем, морозная кошка подморозила, а пиццелицей вообще забросал зомби-пиццей. Вот, ох, ох, как достается нашему отряду. Вот, враг разошелся в ярости. Но, благодаря тому, что у нас есть Микеланджело видение, он пиццей угощает наш отряд, и тем самым мы восстанавливаем. Вот, здорово. Микеланджело видение пока качает точность. Теперь наши удары будут более точными, больше наносить повреждений. А Раф видение начинает огненную атаку. Вот, поджаривает врагов, у врага появился постепенный урон. Ну, а морозная кошка уже угощает всех сырным мороженым и празднует победу. Хотя враг еще как бы цел, но ненадолго пиццелицей забрасывает всех раскаленным сыром. И выбивает Лео. Да и у остальных врагов здоровье на минимуме. Вот, подгрызает Микки, бедняга Бибоб классическим на последнем издыхании. И Микеланджело из фильма добивает его вот этим мечом. Да, получилось, получилось. Ну, что же, друзья, здорово. Итак, идеальная победа, отличный шейбой, и мы идем с вами дальше. Вот, прорываемся с 25 на 11 место, и я беру следующую команду от подписчиков. Да, давайте-ка посмотрим, кто что написал. Вот, и какие противники наш ожидают. Вот. Итак, вот давайте-ка я возьму в команду врагов посильнее. И следующий подписчик, его состав, это Ясин Хасханов. Попросил Ясин, чтобы я взял состав для турмира. Команда Фуд. Вот, астрозуб, саблезуб, вот, и еще тигрины коготь, бакстермуха и бибоб. Ну, что же, давайте-ка попробуем. Вот, сразу же я увидел бакстермуху. Давайте-ка попытаюсь сейчас найти астрозуба и саблезуба. Вот, вижу астрозуба. Где-то здесь должен быть саблезуб. Да, вот, найден. Не уточняли, какой бибоб, поэтому, друзья, я буду бороться бибоб из мультика. Вот, хотя его где-то пропустил. И вот, да, есть тигрины коготь. Вот, осталось только найти бибоба. Вот, супер. Ну, что же, вот такая вот интересная команда от Ясин Хасханова. Давайте-ка мы ее потестируем и посмотрим, вот, что из этого получится. Итак, бой. Бой. Вперед в атаку. Очень интересный состав. Надеюсь, он неплохо сработает. Вот, итак, что интересно, друзья, у противника бакстер-муха и у нас бакстер-муха. И нас бакстер-муха бросает во вражеского бакстер-муху и глушает его. Нанес неплохой удар кислотой. Прошу прощения. Вот, и да, наш астрозуб добивает вражеского бакстер-муху. Вот, неплохо. Сейчас Тегриный Коготь попробует подморозить вражеского Микеланджело-Вигения. Тот выживает. Но я не думаю, что надолго... Ага, друзья, не того я атаковал. Нужно все же было атаковать стиранка. Но я надеюсь, что лазер из пояса бибоба нанесут. Да, вот, удалось завелить с одного выстрела. Ну что ж, это победа. Итак, удар кулаком астрозуба. И отправляет доктора Роквелла на перерождение. Вот, правда, враг не сдается. Вражеский Донни пытается забросать нас сюрикенами. Тем не менее, вот, остается он один. Бакстер-муха добивает Микеланджело-Вигения. Ну и вот осталось только затоптать Донни из мультика. Саблизут бьет ногами, но Донни выживает. Тигринный коготь наносит удар мечеты. И это победа. Ну что же, неплохой оказался бой. И мы, скорее всего, друзья, сейчас прорвемся в лигу мастером. Вот на вторую звездочку. И да, да, друзья. Итак, противник пойдет все сильнее. И мне кажется, бои будут все интереснее. А следующая команда у нас от подписчика с ником ShadowKing. Вот, попросил подписчик, чтобы я взял для этой битвы. Тигриного когтя, Острозуба, Шинегами, Доктора Роквелла и Лео Ролевой. Вот, без проблем, дружище. Давай-ка соберем свой состав. Только начну я по очереди, как ты и написал. Вот, потому что очень необычный состав. Итак, Тигринный коготь. Вот, немножко похож на предыдущий, но со своими нюансами. Вот, а прошу прощения, вместо Острозуба нажал на Саблизуба. Нет. Саблизуба нет. Есть, есть, Тигринный коготь, Острозуб, Шинегами. Давайте-ка я ее поищу, где она спряталась. Эта девочка плохая. Вот, ну, в принципе, она хорошая девочка, но ведет себя как плохая. Вот, ну, как-то вот так. Итак, где же Синегами? Где же Синегами? Где-то я ее, друзья, пропустил. Вот она, здорово. Кроме того, нам нужен Доктор Роквелл. Где же Доктор Роквелл. А, вот и Лео Орлевой я тоже нашел. Ну что же, по сути, команда собрана. Вот, давайте-ка я еще раз проверю. Тигринный коготь, Острозуб, Шинегами, Доктор Роквелл и Лео Орлевой. Вот все у нас получилось. И мы идем в атаку командой подписчика с ником Shadow King. Итак, Теневой Рысарь, наверное, перевод. Ну, как-то вот так. Итак, давайте-ка мы атакуем морозную кошку. И на сей раз воспользуемся морозным бластером тигриного когтя. Пытается подморозить, но морозная кошка выживает. Ненадолго. Вот Синегами призывает демона Они при помощи талисмана тигриного глаза. Кстати, это демон из японской мифологии. И морозная кошка выбита. Дальше, с щитом бумерангом, Лео Орлевой попытается выбить Микеланджело Орлевого. Не получилось. А Доктор Роквелл прокачивает дополнительную защиту. Вот, замечательно. Защита активирована. Вот, надеюсь, Астрозуб ударом плеча добьет. Да, вот выбивает Микеланджело Орлевого. Но враг тем временем прокачивает дополнительную защиту. Особая способность Криса Брэдфорда. Вот, выпивая газеродку, он защищает свой отряд. Вот, вражеский Донни классически сбросил на наш отряд кофейную машину. Но у нас тоже есть массовые уроны. И тигринный коготь стреляет массово во всех врагов лазерным пистолетом. Вот, отлично. Нанес неплохой урон. И, возможно, битву завершит Лео Орлевой. Вот, рощерком огненного меча. Есть. Выбил Рафа оригинального. Но остальной враг еще выживает ненадолго. Синегами, превращивший стаю литычих мышей, выбивает Криса Брэдфорда. А Донни, я думаю, запинает Доктор Роквелл, метну в него кунаи, мечи и кинжалы. Вот, супер. Ну что же, вот такая идеальная победа. Бой оказался непростой, но довольно-таки интересным и зрелищным. Вот, а мы пока прорываемся все выше по турнирной лестнице. И я с 95-го места прорываюсь на 80-е. Вот, все-таки неплохо, что мы прорвались в Лигу Мастеров на вторую звездочку. И я беру команду от подписчика с ником Мирас Маратулы. Вот, прошу прощения, не сразу прочел фамилию. Итак, Мирас Маратулы попросил, чтобы я взял Бакстера Стокмана. Давайте-ка мы его возьмем. Причем он сегодня еще не играл. Керби Мыш. Вот, здорово. Керби Мыш тоже не участвовала. Раф Ролевой. Он в конце. Рокстаде Кролик и Кролики. Ну что же, давайте-ка попытаемся сейчас собрать этот состав. Кстати, где же Рокстаде Кролики? Вот, есть, нашел. Раф Ролевой нашел. И нам осталось только восстановить кроликов. И отряд у нас получится довольно-таки прикольный. Да, вот, кстати, кролика мы сегодня прокачивали. А в бой они еще сегодня не участвовали. Ну, вот, тем не менее, подписчик их заказал. И сейчас мы посмотрим, насколько они были хороши. Жаль, что только в кроликов я не прокачал последний удар, где они трансформируются в огромного робота. Пока, я думаю, ничего страшного. Первым делом превращаем Рафа в индюшку. И у него появляется особая способность месть. А вот кролики мы протестируем удар колеса. Вот, где они трансформируясь, будут бить голубя Пита. Очень мощный удар. Да, вот видите, без проблем запинали бедняжку голубя Пита. Дальше, друзья, вот протестируем удар. Вот Керби-мышь. Вот из воздуха нападает на Микеланджело Ролевойва. Наносит удар, но урон минимален. Вот, и даже враг пытается контратаковать. Ну, ничего себе. Вот, давайте-ка я сейчас попробую справиться с Рафом ведения. Вот, его огненные атаки это что-то. Нельзя позволять ему превращаться в огненное торнадо. И Рокстеди Кролик бьет, но не сумел справиться. И да, замечательно, друзья, что у нас есть Бакстер Стокман. Вот, он стреляет ракетами по Рафу ведения и выбивает его из этого боя. Пытается еще сделать что-то би-баб классическое, но это уже ему не поможет. Вот, а Раф, смотрите, отомстил за Бакстера Стокмана и его только что отомстил за Кроликов. И, возможно, уже Раф закончит бой в этой игре, метнув во врагов кучу черепов. Вот, супер. Удалось выбить Микки Ролевого, остальные выжили ненадолго. Кролики трансформируются в огромного робота. Вот, которого мы, к сожалению, сегодня не прокачали. Тем не менее, вот смотрите, какой сокрушительный удар, который сметает все на своем пути. Вот, просто-просто здорово. Ну что же, идеальная победа, идеальный бой, и мы идем с вами дальше. Вот, давайте-ка посмотрим. Прорываемся с 85-го места на 67-е. Вот, я считаю, друзья, неплохо сегодня довольно-таки мы прошли. И я беру следующую команду от Настюши Настюшка. Настюшка, Настюшка, прошу прощения. Вот, попросила подписчица, чтобы я взял Эприл Кунаичи. Вот, давайте-ка подберем врагов. Вот, враги, вернее, мы подобрали. А теперь соберем нашу команду от подписчицы. Итак, нам нужна Эприл Кунаичи. Вот, удалось ее восстановить. Раф видение. Отлично. Где-то здесь он есть. Да, вот. Здорово. Эприл мультик. Настюшка, Настюшка, Настюшка собрана, и мы идем с вами в бой. И давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, смотрите, как забавно получилось. У врагов есть Эприл, Анил снизу, и у нас Эприл. И стоят друг напротив друга. И что я скажу, друзья, у Алапекс сейчас первый ход. Вот, но урон по Эприл уменьшен. Стоит ли, не стоит атаковать? Ну, давайте-ка я попробую нанести удар проклятыми клинками. Вот, по мультику, по крайней мере, так написано. Вот, выживает Эприл, но Эприл Кунаичи метает свой верь, есть при помощи телекинеза во вражескую Эприл, и отправляет ее на перерождение. Ну что же, неплохо. Вот, а теперь, вот, опять же, друзья, эпическое сражение. Наш Раф видение. Огненная черепашка против вражеской. И наш Раф пытается поджарить вражеского. Вот, половину здоровья удалось забрать, но на этом и все. Вот, кроме того, давайте-ка, наверное, все же я усилю наш отряд. Медитация сплинтера – это большое дело. Вот, и дальше будем пробовать, опять же, выбивать. Хотя, пусть Эприл, вот, метнет веер в сплинтера вражеского. Вот, нанесла часть повреждения, но, честно говоря, слабовато. Вот, мстит Раф видение вражеский. Вражеский сплинтер продолжает атаковать. А я пока, друзья, призываю Лапекс, лисичку, которая, вот, как ниндзя-шиноби, бежит, вот, подставляется под сюрикен, но вместо себя подставляет бревно и наносит удар со спины, нанося колоссальный просто урон в этой битве. Но враг не сдаётся. Вот, вражеский Доннисфильма призвал дрон, пытался отравить наш отряд. Сплинтер отомстил, добил. Да, вот, видите, сплинтер добил и Багстера Стокмана. А вот этот бой уже, надеюсь, завершит Лапекс. Ударом ног с разворота, добивая вражеского сплинтера. Да, вот, получилось, получилось, друзья. Бой был непростой, но у нас всё получилось. Итак, идеальная победа, отличнейший бой, и мы идём с вами вперёд. Так, 53-е место. Вот, просто здорово. Ну что же, друзья, давайте-ка я возьму ещё несколько составов, и сегодня на этом уже будем заканчивать видео. Вот, дальше у нас состав от Нордиза Каракаева. Попросил Нордиз, чтобы я взял состав Лисица, Тигриный коготь, Раф оригинальный, Кейси Джонс оригинал, Кейси Джонс оригинальный. Не совсем понял, что имел в виду подписчик, но давайте-ка попробуем собрать. Итак, Лисичка Алапекс, она только что участвовала, тем не менее, вот опять же, просьба от подписчиков, не могу вот отказать, всё же идёт по очереди, вот, чтобы никого не обидеть у нас. Итак, Лисичка есть, Тигриный коготь есть, Раф оригинальный, где-то в этом районе должен быть, давайте-ка я поищу, вот вижу Лео оригинальный, и где-то здесь должен быть Раф, вот он, замечательно. И Кейси Джонс оригинальный, вот не понял я насчёт оригинального, возможно, имел в виду из фильма, возможно, из мультика, но давайте-ка я возьму из фильма, всё-таки, мне кажется, что он, как бы, если оригинальный, кто больше подходит, ну, трудно сказать, вот, причём Кейси Джонс из мультика сегодня участвовал, а вот этот нет. Итак, друзья, первым делом, вот, начинаем битву, вот, и я попытаюсь запинать вражеского хила до неролевого, и в атаку идёт Алапекс, вот, отличнейший удар ногой, удар с разворота, и до неролевой выбит, вот, просто здорово. Вот, кроме того, вот, посмотрим, какой урон нанесёт тигрин и коготь ударит мечетке, мечета по Рафу видения, тот выживает, но ненадолго, да, вот, Кейси Джонс из фильма запинал его бейсбольными битами. Вот, отлично, вот, посмотрим, что сумеет сделать Раф, и он, собирая слова, вот, как сюрикены, метает и наносит массовый урон. Ничего себе, выбил, вот, кролика Рокстеди, хотя вражеский Микки тоже непрост, забрасывает наш героев водными шариками, а сплинтер бьёт тайной катаной. Вот, досталось нашему отряду, но это уже не имеет значения. Алапекс, лисичка, добивает проклятыми клинками Микеланджело ролевого, а тигриный коготь при помощи морозного бластера добивает сплинтера. Ну вот, и отправляет его на перерождение. Вот, отличнейшая победа, идеальный бой, и мы идём с вами дальше. Итак, давайте-ка посмотрим, друзья, куда мы с вами попадём. Из 53-го места я попадаю на 43-е. Вот, давайте-ка, друзья, ещё возьму один состав, и на сегодня уже на этом закончим игру. Итак, следующий состав у нас от подписчика с ником Егорчик Помидорчик, Егорчик Помидорчик. Вот, попросил он взять для этого испытания Лео из мультика. Кстати, по-моему, он сегодня даже не участвовал, да. Вот, Лео из фильма. Где же ты, Лео, дружище? Пока не вижу, вот, нашёл. Здорово, Лео Классический и Шреддер Супер. Ага, вот, Лео Классический, опять же, нашёл без проблем. И Супер Шреддер. Кстати, аж Супер Шреддер тоже сегодня у нас не участвовал. И мы идём в Битл с вот этой прикольной командой. Итак, вперёд-вперёд. Давайте-ка сразимся и посмотрим, вот, что из этого получится. Итак, первым делом, давайте-ка я активирую особую способность Супер Шреддера. Вот, его мутирующее сердце исцеляет наш отряд, плюс ещё появляется дополнительная защита, что очень здорово радует. И да, вот, я не сказал, что Егорчик Помидорчик, вот, попросил всего четыре героя. То есть, отряд как бы неполный, но он настолько крут, что я не думаю, что у нас будут проблемы. И что я смотрю, у врагов нету хила. Поэтому давайте-ка выбивать врагов посильнее. И этими врагами будут кролики. Вот, Лео Классический ударом катан сверху пытается нести побольше. Ничего себе, вы видели, как здорово разбил, расшвырял. Я, честно говоря, просто в шоке. Вот сейчас Лео из мультика попытается справиться с Донни оригинальным и не получилось. Ну, я думаю, Лео из фильма без проблем уже точно его добьёт. Да, вот так, зарубил катанами и мы идём с вами дальше. И смотрите, что делает вражеский сплинтер. И он прокачивает, усиливает свой отряд. Вот, наложил положительные эффекты, пробафал. Ого, ничего себе, враг продолжает атаковать. Ядовитым облаком пытался нас отравить Донни из фильма. Но здорово, что у нас есть супер шредер. И он метает костяные кунаи. Вот так наносит довольно-таки приличный урон Донни из фильма. Но тот выживает ненадолго. Лео Классический метает фута. Удар и Донни из фильма выбит. Вот, просто великолепно. Вот, кроме того, подключаю Лео из мультика, который бросает в воздух две катаны. И стальным смерчем проходит через вражеский отряд. Вот, большую часть здоровья сплинтера и Рафа из фильма он забрал. А вот точку, надеюсь, уже поставит Лео из фильма. Вот, опять же, массовая атака, рубя всё на своём пути. Ну вот, друзья, просто-просто чудесно. Вот, отличнейший бой. Идеальнейшая победа. Вот, давайте-ка посмотрим, куда мы с вами продвинемся. Вот, я уже думал заканчивать, но хочется ещё взять один из составов. Давайте-ка я всё же его возьму. И это вот команда от подписчика с ником Игровой канал Димона Кинто. Вот, ну что ж, Димон Кинто. Вот, давай я возьму твой состав. Итак, берём врагов посильнее. Давайте-ка возьму с голубем Питом. Очень забавный персонаж. Вот, и возьмём команду. Сплинтера попросил Димон, чтобы я взял Слэша. Вот, кстати, Слэш, по-моему, сегодня ещё не участвовал, если я не ошибаюсь. Да, вот Слэш не участвовал. Эприл Кунаичи, Лео Космос и Рафаэль Космос. Ага. Вот, где же наша обедняжечка Эприл? Вот она, Эприл Кунаичи. И сейчас найдём две Космо-черепашки. Так, вот Раф Космос я нашёл. А Лео Космос участвовал. Микки Космос точно участвовал. А вот Лео Космос не участвовал. Ну что ж, замечательно. Итак, вперёд, давайте-ка сразимся и посмотрим, вот что из этого получится. Вот такая вот классная команда. Вот, и в начале боя защитим наш отряд. Благодаря образу капитана Раяна, Лео прокачивает эту прикольную дополнительную защиту. И вовремя, смотрите, что делает Хан. Он сразу же наносит довольно-таки серьёзные удары руками. Но дополнительная защита сберегла здоровье Хана. Вот, вражеский Микеланджело классический прокачал атаку. Вот это уже, конечно же, не очень хорошо. Тем не менее, я надеюсь, что удар по болевым точкам сплинтера, вот, нанесёт хороший удар голубя Питу. Ну, добить он его не добил, но, видите, цепи навесил. Вот, надеюсь, слэш его раздавит. Да, слэш давит голубя Пита, и уже практически половина работы сделана. Вот теперь надо добивать стиранка. Нельзя допускать, чтобы он стрелял из пулемёта, либо гранатомёта. И Эйприл Кунаичи наносит один из сильнейших ударов телекинеза. Вот, здорово, но стиранка жив. Стиранка жив ненадолго. Вот, Раф космический наносит удар Крогнарда. То ли хлыст, то ли космические саи вот так могут растягиваться. Но, видите, стиранка выжил. Вот, разозлился, метает гранату. Почему-то в Лео, а не в Рафа. А вражеский Крис Брэдфорд прокачивает дополнительную защиту. И это уже, опять же, друзья, не очень хорошо пытается. Ух, ничего себе, друзья, смотрите, сколько мало здоровья осталось у Лео космического. И нам срочно надо добивать врагов. Поэтому Лео призывает корабль Фугетоида, который из орбиты бомбит. А Микеланджело красит классически, забрасывает наши герои сюрикенами. Итак, здоровье Лео на волоске, друзья. Вот, буквально, в любой момент может погибнуть. Что я могу сделать? Ну, могу, друзья, добить Хана, либо Криса Брэдфорда. Давайте-ка я попытаюсь тайной катаной сплинтера добить Криса. Есть, получилось. И так, и да, бой заканчивает. Слэш, вот вращаясь как волчок, он выбивает оставшихся врагов. И у нас получается идеальная победа. Хотя здоровье Лео космического, вы видели, было на волоске. То есть, в любой момент мог погибнуть. Тем не менее, нам удалось выжить в этой битве. И, кроме того, получить идеальную победу. И так, здорово, друзья. С 37-го места мы пробрались на 17-е. И, друзья, я просто не могу закончить видео. Все-таки хочется прорваться в Лигу Мастеров на третью звездочку. Поэтому, давайте-ка я возьму команду от следующего подписчика. Миша Бро оставил свой состав. Бакстер, Стокман, Усаги, Сплинтер, Крэнк и Супер Шреддер. Ну, что я скажу? Самые сильные бойцы. Самые сильные бойцы. Интересно. Что интересно, друзья. Усаги сегодня еще не сражался. Крэнк сегодня не сражался. Вот Супер Шреддер сражался. То есть, здорово. Подписчик заказал самых сильных бойцов этой игры. И, вот, надеюсь, это все вам здорово понравится. Итак, вперед бой. Вот эпическая команда. Вот, я считаю, сильнейшие бойцы в этой игре. Причем, смотрите, друзья. У Бакстера, Стокмана и Крэнга Классического по две массовые атаки. А у Усаги особая способность прокачки дополнительной защиты плюс контратаки. Вот. Вот эта способность. И смотрите, что делает наш кролик-самурай. Вот просто супер. Вот. Кроме того, давайте-ка прокачаем дополнительное исцеление. Благодаря Супер Шреддеру и его мутировавшему сердцу. Вот, смотрите, какая куча положительных эффектов. Вот. Ну, раз уже начали укреплять составы, давайте-ка, друзья, я еще. Вот. Пусть медитация спинтера тоже усилит наш отряд. И Крэнг классический, опять же, усиливает наш отряд. Вот. Вот таким вот прикольной фишкой, доставая себя из своего скафандра. Вот. Просто замечательно. Итак, ракетная атака Багстера Стокмана. И надеюсь, морозная кошка будет покончена. Нет. Выживает морозная кошка. Противник активизировался. Но я надеюсь, ненадолго. Все-таки те положительные эффекты, которые у нас есть, они здорово, вот, должны нам помочь. Итак, вот, морозная кошка исцеляет себя при помощи сырного мороженого. Вот. Немножко неудачно как-то получилось. Но я не думаю, что это вот что-то изменит в этой битве. Итак, враг атакует, достается немножко нашему отряду, но благодаря тем положительным эффектам, которые у нас есть, мы пока держимся. Итак, вредно Донни из мультика прокачал дополнительную защиту. Но я не думаю, что это поможет против саги. Смотрите, как здорово он хватает катану, наносит мощный удар, и морозная кошка выбита. Вот. Кроме того, я привлекаю супершредера с его особым ударом. Ванзай, костяные куна из земли, шипами под земли, он наносит просто колоссальный урон. Вот. И практически это уже конец игры. Наносит удар тайной катаной, спринтер выбивает Донни. А вот Крэн классический призывает технодром, который стреляет плазменной пушкой, которая уничтожает все на своем пути, и мы побеждаем в этой битве. Итак, друзья, интересно, удастся ли нам прорваться сейчас в Лигу Мастеров на третью звездочку, либо еще нужно будет один состав. Итак, в 17 место мы прорвались на третий, и нужен еще один состав от подписчика. Ну что же, давайте-ка я его возьму, и сегодня уже на этом точно будет заканчивать видео. И это подписчица с ником Альфия Габайдулина, школа 107. Сегодня я ее передавал привет, а вот она и попросила, чтобы я взял состав. Итак, Кажеголов. Донни из фильма. Железная голова. Донателло ролевой. И мутагеноид. Вот. Вообще довольно-таки интересный получился состав. Вот некоторые герои уже участвовали. Давайте-ка я пойду как-то по очереди, то просто можно вот отвлечься. Итак, Кажеголов найден. Донни из фильма где-то здесь в этом районе должен быть, если я не ошибаюсь. Итак, где-то я его потерял, Донни из фильма. Еще раз внимательнее. По-моему, он сегодня не участвовал, насколько я помню. Но пока его почему-то не увидел. Итак, где же Донни? Он точно был в конце. Вот давайте-ка. Вот, Донни из фильма я нашел. Замечательно. Железная голова у нас в начале списка. Отлично. Донателло ролевой сегодня участвовал. Он же волшебник. Давайте-ка я его поищу. Да, вот. Супер. Вот, и осталось, друзья, найти только мутагеноид. И команда от Альфи Габайдулиной будет собрана. Вот он мутагеноид. Вот, замечательно. Итак, в битву. В финальную битву на сегодня. И давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Опять же, морозная кошка. Вот, на сей раз давайте-ка, друзья, я атакую массовой атакой Донни ролевого. Хотя не будем рисковать, чтобы никого из героев не добили. Пусть все же Донателло ролевой в начале боя прокачает дополнительную защиту. Вот, супер. И вовремя, друзья, я это сделал. Смотрите, что делает Микеланджело ролевой. Что же, мы отомстим. И вот, каждый голову хватает кренга, как дубиной бьет вражескую морозную кошку. Микеланджело выживает ненадолго до низфильма. При помощи электрического бьебо пытался добить. Опять же, не получилось. Но вот против огнемета я не думаю, что она выживет. Да, вот, ну, на третий раз удалось все же запинать. Неплохо. Дальше мутагеноид атакует Рафа видения своими ладонями. Но Раф выживает и даже контратакует. Вот, досталось нашему мутагеноиду. Пытается что-то сделать Терлеу из фильма. Вот, усиливая атаку своего отряда. А Микеланджело видение прокачивает точность. Это уже, друзья, не очень хорошо. Надеюсь, все же нам удастся справиться с этим. Ох, ничего себе, смотрите, что делает Раф видение. Наложив вот негативные эффекты на наш отряд, у нас появился постепенный урон. Плюс еще атака голодными белками от Микеланджело видения. И здоровье моего отряда здорово пошатнулось. Тем не менее, массовая атака до неролевого огненными шарами фаерболлами наносит довольно-таки серьезный урон врагу. Тем не менее, враг продолжает атаковать, забрасывает наш герой водными шариками. Вот, но завершающее слово за кожеголовом. Вращаясь, он просто сметает все на своем пути. Остается только Микеланджело видение, которого же при помощи дрона отравляет Донни с фильма. И у нас получается идеальная победа. Ох, какой был серьезный, непростой и жуткий бой. Наша команда была на грани истребления. Тем не менее, удалось выжить и победить в этой битве. Итак, друзья, здорово. Мы прорвались в Лигу Мастеров на третью звездочку, где играют самые сильные игроки. В следующем видео, я надеюсь, мы уже с вами прорвемся на первое место в этой игре. Ну, на этом сегодня я уже с вами прощаюсь. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новой серии. Пишите в отзывах и комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.